Здравствуйте, уважаемые телезрители! У нас сегодня в гостях Александр Нестеренко, адвокат, правозащитник. Также он возглавляет ревизионную комиссию Одесского регионального отделения Национального союза журналистов Украины. Так что, в общем, еще и коллега наш. И Дина Клер, она писательница, журналист. Вы помните, в этом составе мы уже выходили в эфир несколько дней тому назад. В общем-то, посвящали свои эфиры той правозащитной работе, которая ведется в нашем городе, собственно, с участием Александра непосредственно. Ну, события у нас в Одессе, так сказать, в правоохранительных органах развиваются достаточно, так сказать, скачкообразно, можно даже так сказать. Недавно был уволен прокурор, генеральный прокурор Мишапко уволил нашего прокурора Жученко. Вот. Но мы немножко вернемся назад. Не так давно. В общем, Александр давал пресс-конференцию. Давайте мы послушаем фрагмент этой пресс-конференции, потом он откомментирует, собственно, что за события были перед этой пресс-конференцией. Давайте посмотрим этот ролик. Мне скажут, милиция. Чем занимается милиция? Милиция сейчас парализована по рукам и ногам, потому что все вопросы в городе решает Жученко. Кому сидеть в тюрьме, кого освобождать уголовной ответственности и кому как жить. Об этом известно. И мы хотим сказать прокурору Жученко. Олег, подай в отставку и иди в тюрьму. Ну, такой прозвучал призыв и, собственно, последовала его отставка после этого. Ровно через два года. Пресс-конференция была ровно два года назад, 23 августа. На этой пресс-конференции я ему объявил джихад. Все были в шоке. Как это так? Простой адвокат объявил джихад прокурору Одесской области, который является потомственным прокурором, потому что папа его тоже прокурор был в то время в Винницкой области. А в чем причина таких вот резких заявлений? Причина простая. В 2016 году его назначили на должность. Тогда, если вы помните, работала грузинская команда. Его представил после своего ухода Давид Секварелидзе. И все надеялись, что все-таки новое лицо, не связанное с местными кланами, не связанное с местным криминалом, все-таки начнет наводить порядок в городе. Потому что велась вырубка зеленых насаждений, велась хаотичная застройка, рейдерство, грабежи, изнасилования, резонансное преступление против активистов не расследовалось. И все хотели, чтобы каким-то образом город начал жить спокойно, в нормальном ритме. И хотя бы тот вал криминала, который был по Одессе, по Одесской области, каким-то образом был обузан. На Ужиченко возлагались большие надежды. И ему был дан с подачи Давида Секварелидзе довольно-таки высокий рейтинг доверия населения. Но проработав год в этой должности, лично ко мне как к журналисту и к адвокату, который непосредственно сталкивается с защитой по уголовным делам, начала попадать масса информации, указывая на то, что Жученко не только борется коррупцией, а, наверное, ее возглавляет и направляет, осуществляет ту функцию, при которой коррупция имеет благодатную почву. И более того, сам является коррупционером высшей категории. Поэтому через год работы, учитывая, что он начал репрессивный механизм не только в отношении меня, а и в отношении других известных людей, которые занимаются правозащитной деятельностью, я ему публично объявил в джихад и сказал, я не успокою до сих пор, пока тебя, во-первых, не выгонят с работы, во-вторых, пока тебя не посадят в тюрьму, и, в-третьих, пока тебя не конфискуют то, все то, что ты наворвал за эти годы. И вот ситуация на протяжении, по истечении двух лет, все-таки есть приказ нового генерального прокурора. Руслана Рябошапкина, этот приказ датирован 3 сентября, сегодня у нас 13-е, пятница 13-е, полнолуние. И сегодня ровно 9 дней с момента политической смерти Жученко. Но на вас он тоже заводил уголовное дело? Да, заводил дело по особо тяжкому преступлению, в частности, по факту завладения мной имуществом в особо крупных размерах, но самое интересное в том, что это имущество было отчуждено в 2015 году государственным регистратором Министерства юстиции в пользу ВТБ банка. Но Жученко решил, что мне его нужно инкриминировать и обвинить меня в том, чтобы я им завладел. Но это не все, он на этом не успокоился. Он занимался давлением на суды первой инстанции, на судей апелляционного суда, в отношении всех практически судей апелляционного суда, Жученко открыл уголовное производство по факту якобы вынесения имени правосудных решений. И таким образом хотел подвесить их на крюки, сделать их управляемыми ручными судьями, чтобы они выполняли его волю. Но тем не менее суд и первой инстанции, и апелляционной инстанции разобрался, в тюрьму сажать мне не стал. Жученко просил, чтобы меня засадили в тюрьму, любо назначили мне заставу 10 миллионов гривен, чтобы, естественно, эти деньги собрать. Но это нереально для меня. И таким образом, чтобы меня гноить. А в дальнейшем, какие у него были задумки, то совершенно понятно, устранить меня не только из политического, но и из правового процесса, которым я активно занимаюсь. Ну, и так, Жученко нет, вы продолжаете свою работу, да? Да. Чем вы занимаетесь, какие дела рассматриваете? Ну, вчера буквально мы занимались, в частности я, я веду дело, правовое сопровождение по делу 2 мая, это защита Сергея Ходьяка, которого обвиняют в причинении телесных повреждений сепаратистам той стороны Антимайдана, которая пыталась сделать государственный переворот в нашем городе. Кроме того, я занимаюсь защитой некоторых ребят, которым предъявлено обвинение в поджоге Ширяевского суда. Также я занимаюсь уголовным делом в отношении Геннадия Коваленко, дело слушает Раздельянский районный суд. Это событие годичной давности 2 июня прошлого года, когда, вы помните, в СМТ Цебрикова проводились так называемые внеочередные выборы, когда громада выбрала руководителя Третьярной громады Объединенной, в дальнейшем под какими-то манипуляциями, путем подделки документов от имени некоторых депутатов, якобы они сложили себя полномочия, были назначены повторные перевыборы, и в дальнейшем случилось то, что якобы на этих выборах подстрадало от рук Геннадия Коваленко 12 милиционеров. Я когда приехал для оказания правой помощи, у меня было удивленное лицо, я увидел Ваню Ищенко, который занимается руководителем полиции общественной безопасности, и я думаю, что 12 милиционеров должны, как бы сказать, на клеенке, либо на чем-то лежать, и им оказывать должна медицинная помощь. Я ходил и спрашиваю Ищенко, а где же пострадавший? Но они уже уехали домой. Я говорю, странно. В конечном итоге моему подзащитному вменили телесное повреждение семерым человеком, и депутату Черноморского городского совета Бугайчуку еще одного. В итоге получается восемь. А всех официальный сайт дал ГОНП, что 12. Я с юмором к этому вопросу подхожу, я говорю, а четверо где еще? До сих пор в посадках бегают? Вы хотя бы их найдите, приведите, чтобы они потерпевшими были, а то потеряются и как бы потеряете личный состав. Ну вот такой смех. Но самое смешное в садебных заседаниях происходит, когда потерпевшие милиционеры, один говорит на обвиняемого, это вообще не он был, второй говорит, это он был, третий, я не помню, четвертый еще, ну кто влез, кто под рова. Я говорю, а в конечном итоге, а что у вас, вы за медицинской помощью еще обращались, вы пострадали или что-то в этом роде, они говорят, ну, немножко пострадали, но мы никуда не обращались, мы типа не пострадали. То есть по сути было сфабрикованное дело? Сейчас мы продолжаем слушать его в районном суде, никто из прокуроров, ну, все прокуроры не желают ходить в судебное заседание, потому что я этот процесс веду, и я им не даю спуска по каждому доказательству, по каждому моменту я обращаю внимание суда на то. Кстати, по поводу применения силы милиции, есть много видеоинформации в интернете, и я даже написал веселый пост по этому поводу, он называется «Полицейская ломбада». В тюмористических красках они оттесняли людей от здания почты, где должны были состояться, где должны были планироваться вброс бюллетеней, вброс бюллетеней за определенного провластного кандидата, и они оттесняли людей, стоя друг за другом и держась друг друга за жилеты. Я решил, что это очень похоже на ломбадов в судебном заседании, я напишу после заседания пост, назову полицейскую ломбаду. У меня на фейсбуке, кстати, есть, все очень смеются, в том числе и полицейские. Давайте мы будем привлекать к разговору, но вы достаточно хорошо знаете работу полиции, и сравнивая нашу коррупцию, и сравнивая то, как работает полиция во Франции, это, наверное, небо и земля. Вы знаете, я вам скажу, что во Франции тоже далеко не все идеально. Все бывает, там тоже люди, и не надо как-то так все это идеализировать. Но меня не поразил, а я даже не могу подобрать слово, факт такой, что Джордж Трон, чиновник очень высокого ранга, госсекретарь по делам госслужащих. Только при одном подозрении, только при заявлении в суд о его моральном поведении, он кладет заявление и уходит в отставку. Тут же человек, который подозревается, он уходит в сторону. Я даже себе представить не могу, чтобы там кто-то напал на полицейского или припирался с регулировщиком. Попробуйте только не послушаться его или попробуйте только выразить какое-то там несогласие или каким-то образом. И опять же я вам хочу сказать, что полицейские работают в правовом поле. Никто никогда не будет нарушать закон и вешать на вас того, чего не делаете вы. Если говорить уже о прокурорах, начали говорить, было очень резонансное то же дело с 7 января, когда была расстреляна редакция юмористического журнала, кстати, о юморе Шарли Бдо. И там захвачены в гиперкашер братья Куаши и Амедик Улибали, который захватил людей в гиперкашер в супермаркете. Но я уже не говорю о том, что за три минуты они были обезврежены. Три минуты заняла операция по обезвреживанию этих трех вооруженных на зубов бандитов. Ровно через полчаса выходят в эфир руководители операции, рассказывают, все рассказывают, а еще через полтора часа выходит прокурор республики в эфир Франсуа Мулен с подробностями, с убивающими подробностями, которые тоже не делают им чести, потому что они это допустили, берет на себя ответственность. Он излагает ситуацию так, что у журналистов нет вопросов. Вы можете себе представить? Вот уровень, я лично сама слышала в прямом эфире Франс 24. К вопросу о открытости, к вопросу об отношениях к людям. По-моему, это не имеет, ну и даже сравнивать здесь я не могу, потому что я другой раз вот смотрю и слушаю и думаю, господи боже мой, ну просто удивительно. Ну существуют же законы. Ну да, ну у них в Париже, во Франции существуют законы, у нас существуют схемы. Вот. Схемы договоренностей различных и на наших глазах мы уже много раз уже просто, так сказать, наверное, устали за этим наблюдать, как разваливаются дела, как исчезают... Доказательства. Вот. Да, и исчезают доказательства. В виде крупных денежных сумм либо в виде качественных наркотических средств. Что касается Жученко, я хотел бы продлить, продолжить эту тему. Интересная ситуация. Вот Франция, Жанна правильно сказала, появление в прессе компрометирующих чиновникам материалов является основанием для его отставки. Это устоявшаяся европейская практика, но если Украина интегрирует в Европу, мы впитываем европейские ценности, наше законодательство интегрируется в европейское законодательство и, соответственно, правосознание людей должно работать точно так же, как и европейское. В отношении Жученко публиковать в средствах массовой информации Жученко купил 200 квартир, Жученко там то приобрел, там то, там то, там отдал то, там закрыл дело. По факту избиения, короче, вал информации идет в средствах массовой информации ни одного провержения прокуратуры. Ни одного, ни официального, не полуофициально. То есть фактически средства массовой информации обвиняют человека в злодеянии, в крышевании, в наркоторговле, в отчуждении, во многих серьезных моментах. Ни расследования, ни публичного объяснения, ни опровержения. Значит общество принимает, что так оно и есть. Может у него не 200 квартир, может 199, но тем не менее, каким-то образом власть должна реагировать. Самое интересное, что я начинал обращаться к генеральному прокурору Луценко по поводу злоупотреблений Жученко, начиная с 16-го года. Вот с 16-го года у меня написаны пачки дел, журналистских расследований, информация от коллег, информация от других людей, адвокатов и прочее, прочее, прочее. В отдел внутренней безопасности генеральной прокуратуры, непосредственно к генеральному прокурору, администрации президента нет. Почему? Потому что Жученко в свое время, либо сейчас еще продолжает лучший друг сына Порошенко. Ну как кто его снимет, если он как говорил в кинокомедии, он же памятник, кто его посадит. Забронзавели до такой степени, что они фактически возомнили себя богами, которым ни людские законы никакие не писаны. Можно делать при любом обвинении, можно выкрутиться так, что сказать, что ты сам дурак. Да. Ну, мы будем надеяться, что с приходом новой власти, с тем, что назначен новый генеральный прокурор, что-то изменится. Потому что Рябышапка уже заявлял неоднократно о том, что ведутся, ну идет, так сказать, сейчас расследование по очень громким делам, и будут действительно эти дела рассматриваться. Ну, он не уточнял правильно, там идет тайна следствия, в том числе упоминалось и Одесса. Так что ждем, наверное, каких-то действительно громких дел и все-таки громких посадок. Есть у нас в адвокатском сообществе, есть на Фейсбуке своя тематика, мы обсуждаем там разные вопросы. Есть адвокаты, которые, это бы сказать, серьезно относятся к вопросам щепетильно, к вопросам верховенства права, к вопросам законности. И выбросить такой вопрос. Кого бы назначить на должность прокурора Одесской области? Я с юмором написал, на меня подписан Ильян, подписан на Руслана Рябышапку. Я с юмором написал, это в этой же ленте. Назначьте меня, будет много крови, но у меня очень плохая репутация. Ну, поверьте, вы не пожалеете, короче. Ну и все начали аплодировать, смеяться. С юмором. Это действительно так, потому что я прекрасно понимаю, если будет решение политического руководства страны, либо генерального прокурора, который согласовывает эти важные ключевые посты, я убежден, твердо убежден в том, что Одесская область будет образцово показательной в отношении вопросов коррупции. Почему? У меня есть очень хороший пример. В свое время я работал в суде первой инстанции три года. Три года работал в суде первой инстанции, покуда меня не выкинули. Тоже из-за конфликта с прокурором. Я посчитал, что на протяжении этих трех лет мне в общей сложности предложили около 150 тысяч долларов взятки в разных формах. На что я сказал, я пришел работать судьей. Я буду работать судьей и буду принимать те решения, которые я считаю правильными. Первый мой приговор был оправдательный. Я, как сейчас его помню, на моей садийской карьере. Первый приговор оправдательный. Полицейские пытались привлечь к уголовной ответственности за 9 кустов дикорастущих на плед одного из гражданина. Ну, мужчину на приусадебном участке. Я его продал, потому что это административная ответственность. Это был резонанс, это был колоссальный резонанс, потому что оправдательные приговора это были единицы. О европейской практике, в европейской конвенции никто не писал. Я в своих решениях уже ссылался на европейскую практику, на европейскую конвенцию, на прецедентные решения Евросуда, на мировую практику. И мало кто понимал, это сейчас используется европейская практика, как бы чуть не в каждом решении. Тогда это было диковинкой. И после этого оправдательный приговор означал очень большие проблемы для прокуроров. Очень большие проблемы. В конечном итоге апелляция мне этот оправдательный приговор отменила и сказала, что надо было как-то решить так, чтобы были и волки сыты, и овцы целы. Я говорю, ну я не понимаю, я понимаю, если черное-черное, а белое-то белое. И что касается, в дальнейшем законодатель урегулировал вопрос, не было урегулировано вопрос о количестве растений, которые не влекут за собой уголовные ответственности. И вот сейчас, на сегодняшний момент прописана четко норма, что до 10 растений это административная ответственность, а после 10 может наступать уголовная. То есть я шел в ногу со временем и тогда еще предусмотрел этот вопрос. Вы вот сегодня перед эфиром приехали, рассказывали буквально о событиях сегодняшних и вчерашних сегодняшних, может быть пару слов скажете. Да, вчера резонансное дело, это когда сотрудники по делам семьи, инспекции администрации забрали ребенка в школе, 11-летнюю девочку, девочка Даша из семьи. Ну ситуация такая, это многодетная семья, многодетная семья, родилась эта девочка у них в семье, через год они мужчина-женщина вступили в брак и жили как бы не обращая внимания. А в свидетельство о рождении была внесена девичья фамилия, от имени отца девичья фамилия матери и имя отчества настоящего отца. Они жили, жили, не тут жили, два года назад мать умирает, он начинает заниматься вопросами о том, чтобы либо оформить опеку, либо внести данные в свидетельство в регистрационный документ о рождении ребенка, свою фамилию, чтобы быть уже не только биологическим отцом, но и к тому же юридическим. Ну многодетная семья, для того, чтобы эти моменты установить, нужно первое, это обращение в суд с исковыми заявлениями, второе, самый важный вопрос, это результаты биологической экспертизы ребенка и отца. И только на этом основании суд вынесет решение, ну на секундочку, 21 тысяча нужно оплатить за экспертизу, но он не заберет у пятерых детей эти деньги и не кинет их в экспертизу, чтобы получить это решение. В конечном итоге, на определенной стадии этих моментов, ему эта инспекция отказала, что мы вам не будем передавать на опеку, потому что у вас в биографии имеется судимость. Насколько это законно, я с этим решением не знаком, принципы, насколько это законно, я сейчас говорить не буду, но сам факт такой имел место. В последующем инспекторы, это 2,9 было, весь город колотится, инспекторы приехали в учебное заведение, в школу, посреди урока ребенка забрали, начали тащить, короче, в детский притулок, короче, завязался конфликт серьезный, дети там начали не давать ее заступаться за нее, директор в шоке, ни одного документа нету, она давала интервью на сайте 048, объяснила, что он, как бы сказать, силы затащили, травмировали весь класс, там все дети плакали, короче, орали, поместили в этот, в притулок, короче. И мы вчера, когда узнали, он обратился к Ходияку, обратился по этому вопросу, чтобы подключились СМИ, там подключились общественники по этому вопросу. Мы вчера, когда узнали, вечером поехали в этот детский притулок, нас туда не пускали, все равно мы через время вызвали наряд, зашли туда в притулок, убедились, что ребенок на месте, но не было правовых оснований, был сопроводительный лист о том, что направляется такая-то, такая-то девочка для того, чтобы находиться здесь. А на каком основании? Да, основания не было, ни решения, ничего не показали, чиновники начали прятаться, выставили вперед на абразуру дежурного администратора, который находился вечером на ночь, заступил в этом заведении. Естественно, ну мы решили, что мы не будем давить, хотя собралось большое количество людей, очень большое количество людей, и милиция уже начала говорить, полиция, что ой, мы будем вызывать подкрепление, потому что мы сильно напуганы, вдруг вы что-то сейчас сделаете, какой-то захват, говорю, успокойтесь, давайте мы корректно, сегодня мы убедились, что ребенок на месте, никто не обижает, побеседовали с полицейскими, выясним все эти моменты, завтра мы пойдем. И буквально учитывая, что пошел резонанс отца и тех близких, ее, как бы сказать, знакомых этой девочке, это тренер и его жена, они в очень близких отношениях, пошли к Труханову, он сказал, дал отмашку, сказал, что быстренько, что же вы, как бы, занимаетесь неблаговидными делами, дал им лазины и по спине, чиновники начали бегать, и в конечном итоге сегодня вот буквально там ближе к 18 часам нам удалось ее все-таки забрать, все довольны, меня пробило, у меня были слезы лично, так, дыхание перехватило, я даже не мог разговаривать, короче, такое состояние эмоциональное, когда там все рыдают, короче, вроде как и взрослые люди, и такое, как стресс, ну такой, ну реально, короче, поэтому... Слава Богу, ребенок вернулся в семью, да. Ну у нас две минутки до окончания эфира, пожалуйста, ваш комментарий. Я могу сказать вот что, я хочу выразить, во-первых, свою благодарность Александру за его такую вот активную деятельность и его команде, и опять же, я хочу привести пример, вот недавние события, пожар в соборе Парижской Богоматери, да, кто о чем, а я о своем. Президент республики и мэр Парижа находились там почти пока не было погашено и все было убрано. Просто пожар, да, памятник архитектуры, но уже доходило до того, что начальник охраны, президент просто прогнал оттуда, потому что он вмешивался кругом. Они стояли в стороне, ни президент республики, ни мэр Парижа Мария Идальга. Говорит о чем-то, правда? Мне больше добавить нечего. Вот, ну, к сожалению, у нас тоже случаются пожары и тоже достаточно резонансно, но это может быть, наверное, будет тема для отдельной передачи, вообще в другом совершенно формате. Ну что ж, завершаем нашу передачу. Время наше, к сожалению, подошло к концу. Еще раз напоминаю, у нас в гостях были журналисты, оба, Дина Клерана, писательница, Александр Нестеренко, глава ревизионной комиссии Одесского регионального отделения Национального союза журналистов Украины, адвокат и правозащитник. Желаем вам успешных разрешений, проблем. Мы вам очень благодарны. Их людей, защитой которых вы занимаетесь, потому что действительно, ну, тут нужна определенная, может быть, стойкость, ну, присущая вам, может быть, даже где-то на храпистость, но без этого сегодня справляться очень тяжело. Спасибо вам. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова